Почему важна корпоративная культура? Ну, давайте, опять же, несколько примеров только разберем. Не думайте, что на этой страничке уместились все причины. Важность, во-первых, корпоративная культура способствует достижению цели организации. Вместе, не отвлекаясь на разброты и шатания, в едином порыве, в единой культурной среде, во взаимопонимании, плечом к плечу, профессионально сотрудничая, вы сможете быстрее достичь поставленных целей. Увеличивается вовлеченность персонала. Ну, вот, кто из руководителей меня сейчас слушает, ну, скажите, пожалуйста, может быть, хоть раз у вас было такое, что вы думали, ну, если бы мои сотрудники, мои подчиненные были так же вовлечены, так же заботились, так же эмпатично относились к бизнесу, заботились о целом в реализации целей предприятий. Вот, наверняка, мысль в вашей голове такая была. Помогает экономить, например, ценности бережливого производства. Это также культура организации. Это ее принципы, базис, основа. Помогает зарабатывать, например, благодаря удовольствию сотрудников от работы. Конечно, довольный сотрудник, радостный сотрудник, счастливый сотрудник, он распространяет это настроение и на своих коллег, и на процессы в деловой среде. А кто работает с людьми непосредственно знает, что простая улыбка, простая забота и внимательное акцентированное выслушивание всегда даст результат укрепления доверительных отношений с вашими клиентами. Основы корпоративной культуры заложены в локальных нормативных актах организации. Это регламенты, кодексы, политики, правила и все, что мы называем локальными нормативными актами, которые у нас входят в систему compliance и этики бизнеса. Сформированная, четкая, сильная корпоративная культура позволяет сделать вывод о полноценности, вовлеченности каждого сотрудника в организации. О его неравнодушии, о инициативности, о по-хорошему переживании за общее дело, за общие цели. Сотрудник не только соблюдает все установленные нормы, предписанные, за которые он расписался, но и перенимает все корпоративные ценности. А возможно, он чувствует себя автором, когда он участвовал в их формировании. А возможно, он распространит это на дружеские отношения, на правила своей семьи, если он решит, что это для него действительно является ценностью. И это является мощным триггером поведения каждого сотрудника. Мировые корпорации привлекают лучших специалистов, экспертов, которые до мельчайших деталей прорабатывают собственную миссию этой компании, принципы, ценности. Они используют стимулированные постулаты, сформированные постулаты, стимулируют организацию для воздействия на сознание и мотивацию сотрудников. На основании вот этих миссий, ценностей, правил компании осуществляется не только набор и увольнение сотрудников, но и выбор коммерческих партнеров, образование сотрудника, повышение культурного уровня, привлечение в культурную среду, в ядро культурной среды и постоянное формирование и совершенствование этого ядра. Хочу вам предложить, уважаемые коллеги, два вопроса для самопроверки. У нас интерактив, и мы с вами сейчас, конечно же, можем сами поотвечать на эти вопросы. Первое. Какая у вашей компании корпоративная культура и почему она важна? Ну, хотя бы, допустим, дайте три предложения по этому поводу. Какая она, как вы ее видите, и почему она важна? Раз, два, три. Как вашей компанией управляется корпоративная культура? Это снизу происходит или сверху? Бывает и так, и так. Бывает, вам просто спускают, вот культурно это так. А бывает, сама организация в зрелом таком порыве, она формирует определенные правила. Они являются позитивными правилами для жизнедеятельности компании. Если у вас есть у вас вопросы для того, чтобы внутри разобраться с этой тематикой детально, то есть ссылка на то, что разговор с экспертом вы можете сделать. Пожалуйста, по этой ссылке проходите, обращайтесь. Мы отдельно с вами переговорим по ним. Итак, друзья, я рад, что сегодня у нас получилось активное занятие. Спасибо вам за вопросы. Буду рад, если вы сохранитесь с этими мыслями и еще подумаете. Обращайтесь для того, чтобы в вашей компании индивидуальные условия проработать, продумать. Или, может быть, у вас есть интересные находки, которые вы уже внедрили, они работают. Мы собираем такую практику и будем вам очень благодарны за ваш отлик и детализацию. Спасибо всем, будьте здоровы, будьте комплайнс и до новых встреч на нашем YouTube-канале Национальная ассоциация комплайнс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!